Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии завершилась профилактическая операция автобус. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД составлены протоколы об административных правонарушениях. Полицейские проверяли маршрутные такси, которые осуществляют перевозку пассажиров. К ответственности были привлечены водители, а также должностные и юридические лица, ответственные за своих подчиненных и автотранспорт. Основными нарушениями являются проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований разметки и правил маневрирования, неиспользование ремней безопасности и разговор по телефону во время движения, управление транспортными средствами с техническими неисправностями, а также отклонение от инструкций в части перевозки пассажиров, рассказал старший инспектор ОГИБДД ОМВД России по Черкесску Замир Довчуков. Цель операции – это усиление работы по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения. На территории города Черкеска проходит профилактическая операция «Автобус. Первый этап». Цель и задача данной операции является для того, чтобы выявлялись административные правонарушения, чтобы соблюдались правила дорожного движения водителями, которые занимаются перевозкой пассажиров. В период проведения операции «Автобус» было выявлено более 40 административных материалов. Из них было привлечено более 30 водителей к административным правонарушениям, а также должностные лица, которые непосредственно отвечают за выпуск на линию транспортного средства, чтобы транспортное средство находилось в надлежащем виде и подходило требованиям безопасности дорожного движения. Должностные лица были привлечены 4 человека. При осмотре транспортного средства особое внимание уделяется на рулевое управление, на тормозную систему и, в принципе, и на внешний вид, и на состояние салона обращается внимание, чтобы водители следили за своим транспортным средством, чтобы мы содержали в надлежащем виде, чтобы изменения в конструкцию транспортного средства не вносили. А в поселке Кавказский сотрудники ОГИБДД совместно с активистами школьного движения и юные инспекторы дорожного движения провели плановую информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход». Профилактические мероприятия нацелены повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов. Ахмат Халкечев продолжит. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения о необходимости взаимоуважительного поведения. Поддержать своих старших коллег вышли юные инспекторы из полицейского класса общеобразовательной школы поселка Кавказский. После того, как инспектор останавливает автомобиль, профилактическую беседу с водителем ведут школьники. Здравствуйте, я юный инспектор дорожного движения Кубека Вальзира. Мы участвуем в акции «Пешеход» и призываем вас быть бдительным на дороге и пропускать пешеходов. Особенно не терять бдительность, когда приближается к пешеходному переходу. Эти флигеры мы дарим вам, если в вашей семье есть дети, чтобы они в темное время суток оставались заметными для водителей. Профилактические мероприятия продолжались в течение недели. За это время полицейские вели особо усиленные дежурства вблизи пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Напоминаю, лишним не будет водителям. Кто-то спешит, кто-то из-за забытчивости нарушает. Но это, я думаю, лишним не будет. Увидев таких детей, школьников, то он уже, прежде чем нарушить, будет задумываться, нарушать ли или не нарушать. Я думаю, это очень положительно и это правильно делается. В условиях современного транспортного потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверены полицейские и их юные друзья. Ну а как известно, повторение мать учения. И во многом, благодаря наложенной пропагандистско-профилактической работе, ситуация со статистикой дорожных транспортных происшествий в Прикубанском районе начала меняться в лучшую сторону. С начала текущего года на территории Прикубанского района, к счастью, дорожных транспортных происшествий с участием пешеходов не было. Общереспубликанскую статистику, если брать, то ситуация немножко похожа. Дорожные транспортные происшествия с участием пешеходов, в том числе детей, уже были. И, к сожалению, также есть и пострадавшие. Дорожные транспортные происшествия были совершены именно по вине водителей. Поэтому, собственно говоря, мы и проводим именно вместе с детьми работу с водителями разъяснительного характера. То есть объясняем им, поясняем, пытаемся донести до них то, что в любом случае правила дорожного движения не придуманы для того, чтобы их соблюдать. Только за время работы с нашей съемочной группой полицейские и их юные друзья пообщались с 20 водителями. Каждому было разъяснено необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения. Ахмат Халкетчев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. 27 марта – Международный день театра. Театральное искусство – огромная, неотъемлемая часть нашей культуры. Сегодня гостья нашей программы – актриса с 20-летним стажем Диана Каблахова. Она стояла у истоков создания Абазинского театра. И сегодня в нашей студии, в эти минуты, она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о том, как она решила стать профессиональной актрисой, о том, какой своей ролью гордится и каких героинь ей чаще всего приходится воплощать на сцене. Доброе утро всем! Доброе утро, Диана! Доброе утро! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И буквально вот на днях мы отметили Международный день театра, с чем я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Если говорить о том, как все начиналось, вернуться к истокам. Каждая девочка, наверное, в детстве мечтает стать или учительницей, или актрисой. Как вы стали профессиональной актрисой? Как вот эта идея пришла? Я знаю, что вы закончили Институт культуры в Нальчике. Каким образом вы сделали это дело своей профессией? Эта любовь? У меня с самого детства проявлялся интерес игры на публику. Мои первые зрители, мама и дядя, стояла у зеркала, придумывала разные образы. И потом во время учебы это все, интерес пропал. Закончив школу, я, мои родственники настаивали, чтобы я поступила в медицинское. Но я по приезду в Черкесск зашла в колледж искусств, издала документы на актерское. Училась там у Биджиева Хасана Якубовича, театральное отделение. Потом я в один день раздался звонок и позвонил мне Гожиев Абрик Заурпатович и предложил приехать в Черкесск. Сказал, что хотят открыть Абазинский государственный театр. И предложил там сыграть одну из главных ролей в пьесе Микаэля Чикатуева «По следам Махаджирова» роль Асият. Это роман Бимурзеид Хайцухова. Ну, я знаю, что вы стояли у истоков Абазинского театра. Хотелось бы узнать, вот с кого вы себя срисовывали? Все-таки актерство – это всегда некое подражание. В школьные годы я любила читать и смотреть Александра Дюма. И мне нравилась Маргарита Терехова, актриса. Да, великолепная актриса, конечно. Да, и фильм «Собака на сене», вот я его пересматривала. Мне нравился ее образ. Если говорить о вашем образе, какие роли для вас самые дорогие? И какой своей ролью вы особо гордитесь? Мне мои роли все нравятся. Они разноплановые, яркие. Так, чтобы выбирать, наверное, нет. Но вы характерная героиня? Разноплановая, да. Исторические все-таки нравятся персонажи или современные? Исторические, да. Больше, наверное. Дианочка, скажите, вам нравится играть больше положительных героинь или отрицательных героинь? Ну, немножко, скажу правду, наверное, отрицательных. Почему? Ну, потому что я туда вкладываюсь полностью как-то, потом выдыхаю. Их тяжелее играть? Для меня лучше, ну, больше, чтобы тяжелая роль была, чтобы я выложилась полностью. Яна, ну вот скажите, вам приходилось по-настоящему плакать на сцене? Вот настоящие слезы, они бывают на сцене? Ну, да. У нас сейчас идет репетиция того же спектакля, то, что мы играли на открытии. Режиссер Ильдара Гачева, и я там играю княгиню. Буквально вчера на репетиции я плакала, да. Даже на репетиции плачете? Да. Ну, вживаюсь в роль. А вот от души бывает, что смеетесь? Бывает. Всякое бывает на сцене. Ну, вот вы на сцене. Вы для кого-то конкретно играете, кто в зале? Ну, мы играем для зрителя, мы должны обмануть зрителя, должны нам поверить. Контакт всегда чувствуете? Ну, бывает, да. Вообще должна быть четвертая стена. Что это такое, расскажите. Мы не должны смотреть в зал. Вы не смотрите? Бывают моменты, что надо смотреть в зал, а бывает, что игра идет на сцене, и ты не видишь зрителя. Вот, допустим, идет спектакль. Но чувствуешь все равно. Конечно. Чувствуешь аудиторию? Конечно. Для вас очень важна реакция зала? Ну, не знаю. Или все-таки то, как вы сыграли? То, как я сыграла. И внутренне сама чувствую, как я сыграла. Плохо или хорошо. Как после роли приходите в себя? Все-таки это отдача эмоций. Вы же дарите себя. Ну, не скажу, что совсем тяжело. По-разному вы можете. По-разному, да, ощущениям. Вот смотрите, идет спектакль, да, к примеру. Вы забыли текст. Вы говорите на абазинском языке. Понятное дело, что тут особо не симпровизируешь, может быть. Что вы делаете? Как вы выкручиваетесь? Ну, импровизациями. А бывает такое у вас? Бывало, конечно, за... Сколько я в театре, столько лет. Конечно, всякое бывало. 20 лет, да? Да. Если вот смотреть назад, вы жалеете о том, что выбрали эту профессию? Приходилось ли вообще когда-нибудь жалеть там, допустим, что вы не стали медицинским работником, к примеру? Я настолько влюблена в свою работу, что я в другой стезе себя не вижу. А что вы любите в своей работе? Что самое дорогое для вас в вашей работе? Что самое важное? Это можно какими-то словами описать? Те эмоции, которые вы получаете? Или что? Наверное, любовь к сцене, вот этот сам процесс репетиции, потом вот эти спектакли, потом ощущение вот это... перед выходом на сцену, вот это волнение. Потом после спектакля вот... Я не могу передать все, все то, как я чувствую это. Но с большой любовью. Как вы взаимодействуете с режиссером? Всегда ли соглашаетесь? Ну, в процессе репетиции всякое бывает. Иногда нет, иногда да. Конечно... Но с приходом Гачева Эльдара в наш театр у меня репертуар пополнился яркими, разноплановыми персонажами. И каждая роль у меня просто яркая. Ну, вы чувствуете, что это ваш режиссер, да? Да. Конечно, нельзя не спросить у актрисы о мечте, о том, кого хочется сыграть. Это, конечно, очень банально, но тем не менее, по отношению к любому актеру это очень важный вопрос. Ну, моя маленькая мечта сбылась. Я играю в одном и том же спектакле спустя 20 лет. И уже играю княгиню, которую я хотела сыграть. А вот классическая какая-то героиня есть у вас в мечтах? Как-то не задумывалась об этом. Пока я сосредоточена на этой роли, в которой я сейчас играю. В этот день праздничный что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Я бы пожелала процветания. Поздравляю всех с праздником. Я вас поздравляю. Спасибо, что были гости нашей программы. Творческих успехов вам. Спасибо. Спасибо. А в поселке Донбай снимали популярную телевизионную программу о традициях и кухне разных народов. Несколько лет назад творческий коллектив «Поедем, поедим», правда, с другими ведущими уже посещал нашу республику. И вот теперь на столетие Карачаева-Черкесии гостям показали национальные обычаи. Первый шаг ребенка. За действием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Первый шаг ребенка – своего рода его первая самостоятельная попытка выбрать путь в жизни. Согласно обычаям, присущим разным народам Карачаева-Черкесии, от того, что предпочтет малыш, во многом зависит выбор рода его занятий. Есть такой кавказский обычай устойчивости и первого шага ребенка. Как раз вот на это событие приглашены представители всех народов, и мы этим самым покажем нашу действительно дружбу, которая была у нас, есть и будет всегда. Отметить столь знаменательное для кавказской семьи событие приезжают почетные гости, представители разных народов республики. За создание полноценной атмосферы праздника отвечают коллективы национальных театров. Именно им предстояло засвидетельствовать выбор юного горца. Впрочем, на этот раз в числе почетных гостей и творческая группа популярного телепроекта «Поедем, поедим» с ведущим Федерико Арнальди, снимавшая в поселке Домбай очередной выпуск. Я пока, как итальянец, то есть человек не из России, я каждый раз, каждую неделю открою для себя что-то новое. Я шучу, будто это все бескончаемо. Можно бесконечно путешествовать по России и все равно удивляться, удивляться, удивляться. Несмотря на то, что на столе много игрушек и вообще всего, что привлекает внимание многих детишек, малыш берет в руки книгу. Пока вряд ли стоит делать далеко идущие выводы. Говорит, что он непременно станет ученым, священнослужителем или педагогом. Но желание чему-то учиться непременно поможет выбрать путь успеха. По традиции, праздник продолжился национальными танцами и кухонным застольем. Современные экономические условия являются стимулом для развития внутреннего туризма как национальной экономики нашей страны. Соответственно, съемки популярной телепередачи «Поедем, поедим» позволят многомиллионной аудитории телеканала НТВ в нашей стране продемонстрировать весь туристский потенциал Карачаев-Черкесской республики, также культурные, духовные ценности и соответственно нашу аутентичную кухню народов Карачаево-Черкесской республики. По словам руководителя Министерства туризма и курортов, республики есть, что показать гостям из других регионов России. И приезд проекта федерального канала должен помочь познакомить с традициями субъекта образующих народов как можно большее число людей. Артур Махце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Донбай. Несмотря на санкции в зарубежном кинематографе, кинотеатры России показывают на большом экране блокбастеры прошлых лет. Ну и, конечно же, радуют новинками, а какими, расскажет наш обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева. Доброе утро, дорогие телезрители! Как ваше настроение? Сейчас я расскажу вам, куда можно сходить и что посмотреть. В Краеведческом музее Республики продолжается и уже завершается к концу этой недели выставка природа Карачаева-Черкесии. В двух залах представлены геологическое прошлое региона, а также флора и фауны республики. А в картинной галерее Черкеска продолжается выставка Кавказ-Пленер-Друзья. Проект направлен на творческое сотрудничество художников разных национальностей, призван демонстрировать традиции и богатую природу региона. Успейте насладиться красотой до конца недели. И о кино. Сейчас на экранах идет криминальный боевик отечественный блокбастер «Брат и брат 2». Дембель Данила Багров вернулся в родной городок, где, заскучав, он решает податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Все оказалось не так просто, потому что брат работает наемным убийцей. Триллер «Взаперти» будет интересен любителям ужастиков. Джейсика с двумя маленькими детьми живет в ветхом доме в сельской глуши. Девушка решает переехать, о чем сообщает своему бывшему бойфренду. Тот запирает ее в кладовке. Удастся ли ей спастись, узнаем в кино. Ну а юных зрителей и взрослых порадует мультфильм «Финик» про доброго, озорного, но немного вредного домового. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья в доме не задерживается. Но когда в дом заезжает находчивая девочка Кристина, все меняется. Девочка и «Финик» становятся друзьями при странных событиях, происходящих в городе. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго! Завтра в это же время жду вас у телеэкранов но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи!